С чего мы начнем? Немножко влаги, коричневый, розовый, синий. Немного белый. Вот эту чумазенькость фанового пятна наберешь, наберешь. Нас интересует некоторая прозрачность набора фона. Чтобы он не был плотный, а чтобы был вот такой наштрихованный, прозрачный. То есть вещества немало, но достаточно прозрачно, не кроющие. Кроющие было бы, если бы мы это придавили. Вот она плотная была бы. Мы ее сознательно рябим штрихом. Штрих это их благородие. Поэтому вот этим благородием мы штрихуем. Вот что, вот эта продресь, полосатая, полосатая продресь. Чтоб она всюду узнавалась, всюду была. Там, где у нас девушка, то есть ты сначала фоновое пятно с запасом наберешь. Там, где у нас девушка, ты возьмешь белильца, розовильца, желтильца, коричневильца. Будет такой трехвариантный замес. То в пользу розового, то в пользу желтого, то в пользу коричневого. И тоже наберешь примерно столько же краски, как и здесь, только более светло. Две тональности, силуэт девушки и фоновое пятно. Здесь тоже немножко белил, то есть чуть-чуть с белилами. Значит, мастихин умеет рисовать. Вот такие действия мастихина дадут рисунок. Подбородок устремлен к середине, но не достает ее чуть-чуть. Поэтому вот это место где-то подбородка. Худоватость лица, шеечка. Если надо, такие вещи чуть-чуть подпачкал. Поиск рисунка осуществишь вот такими линиями. То есть, ты видишь, светлую партию набрал. Потом в этом пространстве немножечко поищешь основные, тоновые, глазные впадинки, под носиком, ротичек. Хорошо? Давай. Густотой краски бомбить вот это пространство. Напомню, задача была такая. Пальцем темноты набрать. Помнишь, да? Ты же видео смотрел, да, наверное? Выборочное. Значит, чернявенькость. Чернявенькость. Амбразурачик глаз. Краснявенькость губ. Сначала как пятно. Краснявенькость вот этих мест. Потом беленькость, желтенькость, розовенькость. Сначала в пользу розового. Цвет тела, собственный цвет тела, розовит. Цвет света желтит. Поэтому сначала мы наберем с розовинкой. Потом будем с желтинкой и белым высветлять. Хорошо? Понятно. Давай. Можешь сначала плотненькость набрать вот эту розовую, а потом в нее. Но мера краски очень небольшая. Хорошо? Да, конечно. Мощняцкая. Тебе и портрет в руки. Так. Глазные... Сами глаза. Они тоже смотрятся, смотри, немножко как... Как целая амбразурка. Вот, может, не хватает светлости вокруг. Давай ее чуть-чуть сюда подгоним. Значит, художник писал эту картину кистью. Мы тоже потом перейдем на кисть. Но прежде чем мы перейдем на кисть, мы поработаем пальцем для чего? Для того, чтобы не переборщить с густотой краски. Как только появится лишняя густота, нам очень трудно будет моделировать форму. Пока густота слабенькая, все прекрасно будет моделироваться. Верхняя губа в тени. Поскольку источник света сверху, сверху, верхняя губа в тени. Это классика жанра в том числе. Под носиком теневая выражена, боковые недовыражены. То есть, мощная тень именно здесь. Это тоже классика жанра. То есть, художники очень часто, вернее, живопись для себя отобрала веками идею того, что не вот эту линию в первую очередь, а вот эту тень от выступающего носа при обычном освещении сверху. То есть, понятно, что освещение может быть и снизу, тогда, конечно, здесь свет. Но все-таки привычно видеть человека, освещенного сверху. И, соответственно, здесь теневая, самая выраженная, потому что торчание носа самое высокое. А здесь нос уже все-таки списывается с телом. Поэтому не так сильно выражен. Еще живопись обнаружила, что можно делать штрих по цилиндру, который будет создавать эффект круглости. Многие художники, которые собаку съели на живописи, игнорируют внятный штрих, делают лепку разным образом. Но, тем не менее, этот штрих все равно угадывается. Просто неопытный может не разглядеть штрих, которым воспользовался опытный. Поэтому мы пока внятно выраженно будем делать со штрихом по форме. Вот эти места любят подчеркивание, но не такое активное, как здесь. Чуть темнее? Наоборот, чуть светлее. То есть там мускулки какие-то, и вот они тоже. Тенечка под нижней губой. То есть эта губа в тени, и под нижней губой ямочка тоже в тени. Там чернявые ноздрики, но это и типографское, и невыгодное. То есть лучше с краснявкой тени. Для того, чтобы... Здесь коричневый и красный. Да, для того, чтобы была идея кровеносности, живости. Усиливаем зрачочки. Внутри этой амбразурки. А если в зрачки сразу не попадешь, ничего страшного. Ну смотри, если мы сделали блок вот этот, с самого глаза. А почему он черен? Да потому что, мало того, что он в тени. А еще и ресницы делают вот эту теневую. И плюс зрачок делает теневую. И в итоге получается, что вся амбразурка в тени. Художники часто это преувеличивают. Но это выгодное умное преувеличение. Бровочки особенно темны у линии переносицы. Теперь, когда у нас это набрано, можно взять небольшую кисть. и начать уточнительную часть. То есть, верхняя века на свет попала. Площадка обращена к свету. Но не равен этот свет свету на лбу. Поскольку все во впадине. И теневые окружающие тоже дают рефлекс темного на это пятно. Обычно неопытный этим же цветом кладет сюда. И получается кричащий. Кричащая тональность. С первым намеком. Только намеком на голубизну. Идея белков. И тихая, тихая. Никакая. Тихая, тихая. Никакая. Вот такая. коричневый, красный. И начинаем уточнять вот эти вещи. Тень упала от ресниц и от нижнего века. И собрала в темное пятно целую вот эту часть. Ресницы сразу видно. Длинные, раз такая мощная тень. Вот откуда появляется в данном случае идея длинных ресниц. Не от того, что мы их где-то здесь рисуем длинными, а из-за того, что они отбрасывают мощную тень. Похожим образом сработать и здесь. Пока пальцем начинаем набирать штриховательно светлотики. Сначала в пользу розового, потом плюс разбилы желтоты. Линию носа. Вот я ее сейчас положил и смотри, что я сделаю. Адаптировал. И круглится. И в целом это светлая площадка, да? Благодаря вот этой списанности. Здесь палец не пролезет, поэтому придет кисть и уточнит идею синевой. щель между губами. Там зубки немножко видны, поэтому основная теневая щели вот здесь в уголочках, которая чуть-чуть пошла вверх. Причем... Только красные и коричневые? Да. Причем губки это червячки поперек, а не вдоль. Поэтому мы добавляем идею червячковости губ. Тенистая снизу. Тень можно тем же цветом брать, что и верхнюю губу. Вот здесь? Да. Да. Там она холодная, то есть с сининкой обычной. Вот эту вот зелень, которая на палитре валяется, можно легкую зеленинку добавить. Также и зубкам едва различимую светлость. Едва-едва. В рамках тени. То есть почти неразличимо. Сделаешь сам, да? Ну, попробую. Значит, тоновое пятно, потом погреб. Смотри, как все, ты очень торопишься вот эти линии посадить. У всех эта проблема. Кажется, что вот эта линия важна. Нет. Вот эта важна. Итак, здесь свет. здесь свет, здесь свет, здесь размытость. То есть вся площадка освещена. Только вот эти шторочки, вот эти впадинки не освещены. Вот так потом сбиваешь. снижем. Некоторое трафаретное состояние света и тени. Шире здесь. Вот эта идея штришка по червячку губы. Чуть с зеленцой можно. Можешь сюда зайти именно с легкой зеленинкой. Вообще вот эти вот места на теле часто зеленят, поэтому там просто более холодного цвета тела. И художники часто преувеличивают его аж до зеленцы. Лоб часто холоден по цвету, вот это розовит, а лоб мало загорает и поэтому холодит. Врут, еще и врут, но врут красиво. То есть преувеличивают степень зелености этих мест. Но это появляется как бы живописные соотношения. Тоже вот сознание, рука должны привыкнуть зеленить, прямо приучить сознание. И потому что у новичка тоже проблема не может, рука не поднимается, цветнить надо. Хотя у классического портрета музейного образца до 19 века портреты в общем-то в цвете не очень активно цветны, а просто нарядны, розовы. Смотри, у меня усилилось от того, что я светиков понабирал вот этого и ослабли вот эти. И я их опять периодически сбиваю. Мало того, что круглость появляется, круглость, круглость, то есть позбивать кое-где, позбивать, чтобы вот это выразилось. То же самое. Кистью. Вот смотри, тоже интересный момент. Глаза мучил, мучил, мучил и потерялась главное. Амбразурка глаза. Амбразурка глаза. То есть я как бы сейчас повторяю пятно этой амбразурки. Смотри, смотри, я сделал светлее белочки, да? И не за счет того, что я вот эту линию прочертил, появилась она, а за счет того, что я здесь вычел. Есть такое, да? Но вычел очень тихо. Почти неприметно. Вот эти места светлые, но не так светлые, как на лбу, светлые, но не так светлые, как на лбу. То есть это уже поворот на лбу, но он еще недостаточно светлый, не так как выше. Вот эти вот места, но не равно свету на лбу, не равно свету на этих местах. А линия ресниц сама, за счет того, что я здесь вычел, она появилась. Вычел здесь, вышел здесь, осталась темненькая. Усиление темного в центре зрачка и усиление темного, здесь самые длинные ресницы. Вот здесь самое темное место. Именно вот с правого глаза? С любого. Значит, вот это место, вместе со зрачком и длиной ресниц, создают эффект самого темного. Темнилочка ноздри одной, темнилочка другой. Они, ноздри, живут в этом теневом облаке. То есть нос, это вот такое. Это не вот так, а вот так. И вот внутри этой площадки, когда свет сверху, внутри этого среза живет ноздря. Свет у нас сверху, поэтому... А они не должны быть одинаковыми? Там одна ноздри, как бы сращивается с тенью. И создают вместе довольно цельное, единое пятно. Тоже важный аргумент. Так это было бы, как у свинки. А так это цельное теневое пятно. Логично? Да. Напоминаю, что в губах у нас активное проявление тени. Вот здесь. В щели. И дальше оно размывается. Здесь мы чуть-чуть с холоднинкой. Вот эту ямку под нижней губой. И легкий намек на зубки. Тихий. Темненький. Но слегка холодный, потому что цвет бел. Чуть-чуть зеленцу я добавил. Вот этот червячковый характер я задаю вот такими действиями. Снизу губочка на повороте к ямке, которая под губой начинает темнить красно. И рефлекс света вот здесь тоже появляется. Появляется и прозрачность, правда, как ягодки губки. И в то же время цвет тень все происходит. То есть и темность их выражена. Дальше приходят еще и бликующие на губах. Но не на самый край, а вот здесь блик. То есть на закруглении. Если слишком жестко получилось, вот так пальцем взбиваю. И еще раз чуть-чуть подкладываю. То есть щупаю, чтобы оно прозвучало вкусно. И чтобы линия прозвучала вкусно, щупаю. Взбиваю напряжение линии, появляю напряжение. Конечно, конечно. Еще вот эта линия тоже нуждается в поддержке. Темнотой. Вот эта закругленность. Свет бьет оттуда сюда. И чуть-чуть достает до вот этого места. Чуть-чуть. И там площадочка несколько светла. Вот эта площадочка. Здесь весьма светла, поскольку место торчит. Это торчащее место у губ. Весьма светла. Вот этот лежачий штрих кистью помогает. Лежачий штрих не дает делать жестких линий, что тоже важно. Отрец. И дает сахар. И дает сахар сахар кистью. То есть, как на третий штрих. Идет сахар. Идет сахар. штрихом кисти наполняем и чуть-чуть разбиваем, еле нажатием. Еще дополняем уже бликующие проявления и тоже чуть-чуть разбиваем и потом уже окончательный блик ставим, когда уже и не разбиваем. Другие места тоже, которые бликуют, тоже можно подкладывать и чуть-чуть разбивать. Лежачей кистью штриховательно. Это делаю лежачей кистью штриховательно и как бы немножечко мозаикой укладок, как бы рубленными плоскостями. Периодически все превращай вот в такой черк. Переходишь на кисть и вот такими штрихами уточняешь и разбиваешь. То есть ты крутишься вокруг да около, хорошо крутишься. Чуть есть какие-то нарушения тональные, которые желательно сгармонизировать, чтобы эти нарушения не были сверх. И как можно более теперь квадратный характер укладок. То есть вот где есть возможность квадратик поставить, ставь квадратик. Эдакую пиксельность изображения дать. Смотри, здесь почти цельное пятно белка и нижней части. И еще, вот ты стал поднимать вверх, а там наоборот, у глаза вот такое настроение. Смотри. То есть допустим, вот переносится. Вот глаз. Вот средняя линия глаза. Вот здесь выше обычно, ну классический глаз. Вот здесь выше и пошло туда. И накрывает, как в крышках. А здесь ниже пошло вот сюда. А средняя линия вот она. Ну и здесь уже зрачок. То есть самый высокий апогей место изгиба вот здесь. смещен сюда. А внизу смещен туда и меньший изгиб. Поэтому никогда не делаем наоборот. Вот это понятно, что в зависимости тоже от ракурса. Именно такие ракурсы, что даже вот так. Ну поднятая или опущенная голова. Обычно это. Значит лежачий кистью обязательно. Лежачий и пиксельно. Ты видишь, это два пикселя здесь. Пикселёчки. Не кругли, а квадратни. Ну в общем-то ты и начал квадратни. Всё правильно. И всё пиксельно. И всё пиксельно. Вот здесь иногда подрезаем, потому что место перегиба света и тени чуть темнее чем. Класс. Хорошо. Ну всё. Я боюсь, я краску немного подобраю. Так. Постараешься всё пиксельно. Вот они, да? Пикселёчки. Квадратно видно. Сна. Продолжение следует... Некоторое движение по форме в том смысле, что форма пошла туда, по возможности штриханул именно по вот этой траектории. Сейчас мы отлагаем идею вот этого смазывания и переходим на идею пиксельного письма. Советская живопись очень любит вот это письмо. Ну и она, в общем-то, это как недописанная академическая живопись. Советские очень любили. Но единственное, что действуем осторожно с густотой краски. Густота краски, штука хорошая, но если мы ее переборщим и не сможем с ней справиться... А так, пока у нас краски мало, мы не можем не справиться. Давай, вот такие пиксельки. Ну, красиво здесь все красиво. А вот с носом что делать? Здесь вот тоже... Пораследовать. Взять близко, пораследовать. Ну, вот скажем. Здесь на окончании закругления небольшой свет. Рефлексик? Рефлексик, да. Здесь на крылышке носа небольшой свет, но такой еле-еле. Сюда зашел свет. Полутон. Залег вот здесь тоже. То есть тоже, видишь, пиксельно. Ну, вот пора следовать это место. Хорошо. Очень лепко. Очень умно. Очень умно. Здесь, по-ранжем. Лок hurting на sécurité. Парамерatan? Парамерсила. Парамертостр epилidade. Уже как п IN. Парамеросacey. nawet здесь тука. Парамерсила.